Здарова! Хочу лодочку показать, что получилось почти за целую зиму сделать. Расскажу про состояние, какое сейчас. И что еще осталось. Глаза у меня такие все в слезах, потому что я сегодня крашу. Это нормально. Так, поехали. Выглядит это казанка. Да, начнем с этого. Казанка очень-очень старая. Ей, наверное, лет 40-50, может больше. Казанка один или южанка. Без булей. Жопа у нее была когда-то бита, так сказать. И ее потом собственноручно восстанавливали. Не в заводских условиях. Каком она была состоянии? Ну, фотки я приложу, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что сейчас? Восстановил вот этот нос, вот эту часть, которую своими же руками выпилил заводскую, Субтитры создавал DimaTorzok Сам восстановил. Почему? Потому что была идея ставить рулевое. Оно даже все куплено, только нет времени, чтобы его поставить. Поэтому пока что без рулевого. Субтитры создавал DimaTorzok Усилена была вот эта часть палуба. Пока еще был доступ к люку. Снизу приклепал уголки алюминиевые по площади всего всей палубы. И потом сверху еще закрыл вот такими вот листами квинтетом наклепки сверху. Здесь осталась вмятина. Но под листом там еще хуже. Я не стал сильно заморачиваться и прям его выбивать. Просто если это делать, то надо выбивать прям весь этот угол почти до ватерлинии. Я не стал себе усложнять жизнь. Так, дальше. Внутри пока ничего не делал. Сейчас работаю над трансом. Косынки были самодельные. Стояли вот такого вот плана. Совсем держали плохо. Транец под десяткой даже ходил, гулял просто как хотел. Поэтому, что было сделано. Вот такие вот металлические уголки, которые здесь прикреплены и заходят на сам транец. На плоскость транца. Здесь с этой стороны такая же история. Тоже уголок. Вот здесь была трещина. Трещину я стянул, посадил наклепки. Не наклепки, а на болты. Вот этот уголок здесь сверху и снизу еще под вот этим слоем алюминия, так сказать, еще один уголок. Также здесь сверху сделал вот такой вот лист алюминия. Он идет отсюда и до сюда. Добавил болтов. По центру будет вот такая вот плашечка. Сейчас ее прикрепляю. И вот здесь еще будет вот такая вот дощечка. Примерно так вот она будет висеть. Примерно так вот она будет висеть. И пять болтов, которые будут стягивать транец целиком с этой стороны и до обратной стороны. Как уже сказал, мотор будет 9,9. Сузуко не раздушенный, потому что еще он 11 года, его вроде как нельзя раздушить. Да, в общем-то и не требуется. Так, что осталось? Доделать транец, докрасить морду вот до сюда. Все, что справа, я покрыл уже двумя слоями краски. Вот этот кусок по этому борту, он еще даже не ошкурен. То есть его надо ошкурить и покрыть. Сначала одним, потом другим слоем. Все, что сверху, это покрыто пока одним слоем. И с той стороны весь борт тоже пока одним слоем краски закрыт. Так, на днях придет автомобильная битумная мастика в спрее в таком. Я хочу лодку вычистить, когда это все дело приедет, и изнутри этой битумной мастикой все залить. Во-первых, она эластичная, то есть она не будет трескаться там, алюминий кое-где играет. И обычная краска, мне кажется, она полопается в таких местах растяжений. А мастика, так как она эластичная, она будет хорошо держаться. Плюс, также, как мне кажется, вероятно уменьшится, но вот этот вот эффект пустой посудины лодки. Ну и вообще, я считаю, что это нормальный вариант. Посмотрим. Попробую сначала нос залить, все закрасить. Если будет хорошо, то докуплю еще пару баллонов и весь корпус тоже изнутри обработаю. Слани, А.К. Пайолы, пока не делал и не успею, скорее всего, это останется на совести отца. Вот. Не успел. Хотел делать из фанеры, но нет времени. Планов было очень много. Рулевое, электрика, помпа, ходовые огни, возможность заряжать тут всякие устройства, типа телефона, там, GPS-ника. Из-за планов, которые поменялись в последний момент, пришлось отказаться и от рулевого управления, и, собственно, от всего. Я сейчас просто доделываю корпус, чтобы можно было ходить под румпелем. И на этом, наверное, время мое закончится здесь, в этом гараже. Так. Добавлю еще немножечко инфы по поводу краски. Вот такой вот краской пользуюсь. Решил попробовать покрыть без кислотного грунта. То есть у меня зачищена была лодка до металла. И я, соответственно, без каких-либо подготовительных слоев сразу бабахнул вот эту краску. Почему так? Потому что, ну, кислотный грунт, это, во-первых, дорого. И самое главное, в моем случае, это долго. Вот. Вся проблема у меня в отсутствии времени. Поэтому, ну, один сезон точно отходит краска, я надеюсь. Если посмотрим, как себя поведет. И если будет где-то плохо, будем переделывать. Если хорошо ляжет, то, ну, и прекрасно. В конце концов, еще один слой, ну, никогда не поздно кинуть поверх. Вот с краской ситуация такая. На лодке было 4 слоя краски. Я думаю, что лодка полегчала значительно. На несколько килограммов, наверное. Если не больше краски, когда я снял, все. Ну, вот еще один борт остался, но краски было очень много. Катастрофически много. Краска была прям средством герметизации. Иногда, в некоторых местах. Спасибо мужикам с форума motolodka.ru Я создавал там тему. Но спасибо тем, кто давал дельные советы, а не рекомендовал эту лодку сдать в металл. Спасибо огромное за ценный дельный совет. Конечно, можно купить новую лодку, если бы у меня были деньги на это. Естественно, я бы так и сделал. Спасибо огромное за совет. Чрезвычайно ценный и чрезвычайно важный, полезный. Спасибо тем, кто давал действительно дельные советы. Именно по работе, а не пытался меня отговорить от этого всего. Решение было принято. Да и опыт ниоткуда не возьмется. Поражет меня следующий момент. Вот эти мужики с форума, они... Многие говорят, типа, продай эту лодку, ты только хуже сделаешь. У тебя нет опыта. У тебя там нет инструментов. И все такое. Мне интересно просто откуда взяться тогда опыту, если не начинать что-то делать. Чуваки, не отговаривайте. Просто молодежь, кто интересуется такими вещами. Ну, не надо. Человек сделает первый раз что-нибудь неправильно сделает. Потом исправит и поймет как надо. Вот и все. Так опыт нарабатывается. А не покупками новых лодок. Лепота какая сегодня. Просто очуметь. Какая погода. Раз прекрасная. Это у меня небольшой перерывчик. Краска пока выветривается там в гараже. Я вот решил сбегать. Посмотреть на реку. Вот здесь вообще находится лодочная станция. Вот здесь вот. Паркуют лодки. А где я сейчас стою, здесь находится домик. Сторожек, который то ли убирают в конце сезона, то ли просто убрали один раз навсегда. Не знаю. Там вдалеке гора это Палют. Вот здесь автомобильная переправа, грузовая. Вывозят лес с той стороны реки. И каждый год делают переправку. Палют. Вывозите волосы. Вот здесь с утра.